Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе. В студии Елена Макаренко. Здравствуйте. Эта неделя выдалась на редкость эмоционально напряженной. Вся она прошла под знаком мобилизации. Начиная с прошлой субботы, ежедневно из нашего региона в учебные центры на военную переподготовку увозили тех, кому вручили повестку о призыве. Мужчин провожали из Павловского, Быстроистокского, Петропавловского, Солонешинского и других районов, а также из Славгорода, Бийска и Барнаула. На одну из таких отправок побывала и наша съемочная группа. Дворец культуры Барнаула впервые видит столько слез. Жены, матери, отцы и друзья провожают своих родных парней на специальную военную операцию по частичной мобилизации. Вчера повестка, сегодня уже отправка. На прощание всего 20 минут. Ожидали, что повестка придет? Нет. Я как бы даже годы не прошло, как я с армией пошел. Ну вы прям хотите или надо? Ну надо. Не так сказать, рано или поздно. А сколько вам лет? 21. Кого у вас призвали? Сына. Сколько ему лет? Служил или не служил? Сыну 34 года служил. Тимошка в Край, в Атостриюковом поисках. Вчера вечером пришли участковые и сотрудники с арабоинкоматом. Учили по-русски. То есть прямо на дом пришли? Да, на дом пришли. Вернуться живыми, здоровыми, победимыми всех. Все будет хорошо. Вот это и продолжаем. Надеемся, что они защищают нашу родину. У нас детей, они остаются все дети маленькие. Жены молодые, дети маленькие. Так что все будет отлично. Везение, просто будет. Вот она поможет вообще. Очень неожиданно, знаете, он, скажем, на днях говорил о том, что вот, может быть, ну, со дня на день ждет повестки, потому что, ну, подходит по всем критериям, можно сказать. И тут буквально вчера я узнаю, он мне просто написал в телеграме о том, что пришла ему повестка, вроде как для сверки документов, и приглашали вот как раз на сегодняшнее число. Он приехал, говорит, буквально час, и отправили по домам собирать вещи. Вещи экстренно собрали, уже проходят в автобус. Куда именно их везут, мобилизованные точно не знают. Говорят, вроде бы Омск. При себе у мужчин вещи, да кнопочные телефоны. Постоянно можно при себе иметь кнопочный телефон, а вообще для каких-то там целей могут удавать смартфоны иногда. Целыми автобусами вчера и сегодня отправляли ребята из других городов и районов края. Мужчин провожали в Павловске, Славгороде, Камнинаоби, Быстроистокском, Петропавловском, Солонешинском, Третьяковском, Ребрихинском, Поспелихинском и Краснощоковском районах. Точное число мобилизованных из Алтайского края в военном комиссариате не сообщают. Остается неизвестно, ограничиться ли набранным составом. Напоминаем, что сейчас по частичной мобилизации должны набирать ребят, которые служили в армии, имеют категорию А, а также боевой опыт. Кстати, стоит взять на заметку, отказаться от службы по мобилизации в рамках закона можно лишь в одном случае. В военкомате написать заявление на замену воинской службы на гражданскую. Но, правда, непонятно, получится ли этого добиться. Как сообщают многие федеральные СМИ, сотрудники общероссийской горячей линии по вопросам частичной мобилизации 122 поясняют людям, что альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В первые же дни мобилизации военкоматы «Край» допустили немало ошибок. Так, уже во вторник в правительстве региона сообщили, что 59 мобилизованных из нашего региона в итоге вернули домой, потому что они не отвечали правилам отбора, о которых ранее сообщило Министерство обороны страны. Так, один из показательных примеров ошибки – вручение повестки вдовцу с двумя детьми. Мужчине удалось помочь. Ему помогли отстоять представители Общероссийского народного фронта, которые обратились в военкомат Ленинского района Барнаула. В целом же для содействия помощи мобилизованным в Алтайском крае на базе регионального исполкома ОНФ создали специальный центр. В случае нарушения указа президента о частичной мобилизации родственники и сами призывники могут обращаться в центр за разъяснениями. Только за понедельник сюда обратилось больше 115 человек. В основном люди просят разъяснить порядок мобилизации. Много вопросов и по состоянию здоровья в военкоматах. Порой нет информации о заболеваниях призывников, ведь кто-то из них там не был 10, а то и 15 лет. Часть алтайских мобилизованных уже прибыли в Омск. И в ОНФ можно обращаться также по вопросам организации их бытовых условий. Были ситуации по стране, когда, условно говоря, нет условий в казармах, нет надлежащего питания в свое время. То есть нет, условно говоря, полноценного значения амуниции сразу. Или наоборот, идет изъятие амуниции, которую люди собрали. В региональном исполкоме Общероссийского народного фронта рекомендуют писать о нарушениях на электронную почту. Ее можно найти на сайте, можно звонить по телефону, который на ваших экранах, или прийти по адресу в Барнауле на Анатолий 97, 4 этаж. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. На следующий день к жителям нашего региона обратился военный комиссар Алтайского края. Он пояснил, что нарушения допущены во многом из-за того, что в военкоматах давно не проводили сверку сведений о гражданах, которые находятся в запасе Вооруженных сил России. И пояснил, кого мобилизуют в первую очередь. Мы призываем граждан, пребывающих в запасе, проходивших военную службу, имеющих требуемую военно-учетную специальность, следующих возрастов. Прапорщики, сержанты, солдаты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55. В первых отправках убыло около 100 граждан старше указанных возрастов. Мной были отданы указания начальнику отдела призыва проинформировать данных граждан об их праве выполнить свой конституционный долг, либо вернуться к постоянному месту жительства. Часть граждан изъявили желание остаться в рядах Вооруженных сил, а часть 62 человека изъявили желание вернуться домой. А накануне в крае отменили самую крупную партию мобилизованных. Ее должны были отправить из Бийска. Но мобилизацию приостановили, причем на неопределенный срок, без объяснения причин. Об этом сообщил сайт «Бийский рабочий». Его сотрудники пообщались с военным комиссаром Бийска, Бийского и Салтонского районов Дмитрием Куватовым, который как раз рассказал об отмене самой массовой отправки призывников и добровольцев. Возможно, это и есть тот самый перерыв, о котором накануне говорил зампредседателя краевого правительства Виталий Снесарь. Он заявил, что мобилизация в нашем регионе продлится до середины октября, но с небольшой паузой. Также Снесарь сообщил, что на данный момент Алтайский край выполнил план по поставке мобилизованных на 60%. Но сколько именно мужчин должны отправить, чиновник не уточнил, сославшись на закрытость этой информации. Неизвестно теперь и через какое время мобилизация возобновится. Первые призванные уже прибыли на сборные пункты в Омск, где они проходят специальную военную подготовку. В Барнауле же для мобилизованных начали создавать пункты сбора вещей. Такое, к примеру, открыло краевое сообщество многодетных и приемных семей. Оно принимает теплую одежду, зимние куртки, термобелье, носки, шапки, а также предметы, которые облегчают походные условия. Спальные мешки, дождевики и не портящиеся продукты. Передать можно необходимые медикаменты и средства личной гигиены. Жители по своему зову, им хочется бабушкам, маме многодетной, она понимает, у него самые сыновья растут, чтобы у него была теплая шапочка, теплые варежки. Она понимает, что у него там это есть. Но людям хочется, чтобы это было отсюда, с Алтайского края, с земли. И поверьте, для них вот все, что мы передаем, письма, будь то варежки, шапка, для них очень важно. Это тепло, это от души, это от нас. И это вот не то, что они там ходят губосые, голые. Нет, это не так. Но вот то, что отходит от жителей с любовью, я считаю, это нужно обязательно реализовывать. Добавим, пункт сбора вещей работает по адресу улица 50 лет СССР, 59. К слову, спрос на военную одежду в Алтайском крае вырос в разы. Жители региона начали активно скупать камуфляжные костюмы, берцы, рюкзаки и другие армейские товары. Такая же ситуация наблюдается в Новосибирске, Москве, Краснодаре и целом ряде других российских регионов. Хватит ли униформы всем и вырастет ли на нее цена? Это заголовки новостных сайтов из соседних регионов. Там мужчины ринулись в охотничьи и рыболовные магазины. В первый же день мобилизации стали скупать камуфляжную одежду, рюкзаки и теплые вещи. Это самый бюджетный, самый минимум. Плюс сюда надо добавить нож, фонарик, два маркера белый-черный, носки, три пары летних, две пары зимних. Сегодня волна повышенного спроса на армейские товары докатилась и до нашего края. В связи с последними событиями в сети интернет появились новости, что люди скупают в охотничьих магазинах всякие разные камуфляжные костюмы, термо-носки, термо-вещи, спальники, рюкзаки и всякие теплые вещи. Мы решили проехаться по некоторым магазинам в городе Барнауле и проверить, так ли это на самом деле. Администрация одного из магазинов Барнаула говорит, на камеру отказалась, но устно поделилась. Спрос на военную одежду вырос и сильно примерно раза в три. Самый большой наплыв покупателей в утренние часы, сразу после открытия магазина. Причем приходит много тех, кто не получил повестку. Собираюсь ехать на спецоперацию. То есть пришла повестка, да? Ну, не точно, но ожидается. А что надо прикупить с собой, что ищете здесь? Рюкзак, как я понял, да, уже? Рюкзак. А что еще? Натильное белье. Термобелье, да? Термобелье, да. А спальники, камуфляжка, сюмбы, врачи? Нет, там говорят, выдадут. Кроме камуфляжного костюма я собираюсь купить рюкзак, естественно, спальный мешок, куртку, сапоги. Если придет повестка на мобилизацию, то я уже буду готов. Ходят слухи, что ничего не выдают и приходится закупаться заранее. По словам сотрудников магазина, полки пустеют очень быстро. Некоторые покупатели весьма взыскательны, тщательно выбирают расцветку ткани, но есть и такие, которые максимально практичны. Выбирают подходящий товар и независимо от его стоимости идут на кассу. В других магазинах снимать на камеру нам не разрешили. Но везде подтверждали, что спрос на армейские товары сегодня ажиотажный. Сотрудники торговых точек не исключают, что скоро полки могут опустить. Если спрос не снизится, поставки могут не успевать. Так, в одном из крупнейших охотничьих магазинов Барнаула ближайшее пополнение армейских товаров ожидается не раньше, чем через две недели. Что касается цен на товары, администраторы уверяют, что поднимать их не будут. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Для семьи, чьи родные были мобилизованы в крае, создают специальную службу помощи. Предполагается, что это будут группы специалистов, социальных работников, которые обойдут семьи, где были призваны мужчины, и выяснят, какая помощь требуется людям. Кроме того, при необходимости сотрудники окажут психологическую или социальную поддержку. Сейчас семьи мобилизованных могут обратиться по разным вопросам в контакт-центр Краевого министерства соцзащиты по телефону, который указан на ваших экранах. Каждую заявку обещают отработать индивидуально. На фоне мобилизации многие жители края начали активно интересоваться работой на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом нам сообщили собственные источники, близкие к сфере ОПК. Известно, что сотрудники оборонных заводов могут получить бронь, то есть избежать частичной мобилизации. В крае насчитывается порядка 10 таких предприятий. Большая часть из них находится в Барнауле, но есть также в Бийске и Рубцовске. На неделе расширили перечень для отсрочки от мобилизации. Так, Минцифры обнародовал список, в котором почти 200 специальностей. В их числе математика, физика, психология, перевод и ряд других. Однако бронь на эти профессии могут получить те сотрудники, что работают в IT-сфере, и их образование обязательно выше соответствует списку. Организация к тому же должна быть аккредитованной. В Минцифре заострили внимание, что для освобождения от призыва нужно еще, чтобы сотрудник обязательно выполнял критически важные функции. Частичная мобилизация, считают эксперты, отразится на многих отраслях экономики. Серьезно затронет она и промышленный сектор нашего региона. Причем последствия будут неоднозначными. Так, пока оборонно-промышленные предприятия пополняются новыми сотрудниками, средний и малый бизнес рискует остаться без специалистов и даже руководителей. Подробнее об этом в специальном репортаже Анны Рышагировой. Предприятия оборонно-промышленного комплекса появились в Алтайском крае, а точнее были эвакуированы еще в годы Великой Отечественной. Станкостроительный завод для НУШТАРМИ выпускал патроны, трансмаш, двигатели для танков Т-34. Аппаратурно-механический завод изготавливал кислородные маски для летчиков. Позже появился радиозавод и ряд других. Уже тогда на предприятиях использовали термин «бронь», когда даже самых высококлассных специалистов не пускали на фронт. Сегодня о броне заговорили снова после того, как президент страны Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Те, кто трудится на оборонно-промышленных предприятиях, имеют право оставаться на заводах. Но из тех, что сохранились до наших дней и небольшого числа новых производств, в списке оказались не все. Поэтому только такие предприятия, я вам говорил, «Барнаултрансмаш», «Сипприбормаш», «Олиумный завод», «ФНПЦ Алтай», «Ротор», они есть в списке предприятий, работники которых освобождены по броне. Но я так полагаю, что не все 100%, а только те, которые работают в производстве. По словам Бородина, спецоперация дала толчок росту заказов по линии оборонки. А значит, нужно больше специалистов. В последнее время их много где не хватало. В ходе подготовки материала мы ожидаемо столкнулись с тем, что сотрудники предприятий оборонной промышленности неохотно идут на контакты с прессой. И это понятно. Возможно, и они не знают, как отразится мобилизация на их заводах. Но уже очевидно, что предприятия других отраслей заметно страдают. К заводу сегодня неожиданно стали привлекательными. А все потому, что они могут дать бронь сотрудникам. Возможная отсрочка от мобилизации перераспределила потоки рабочей квалифицированной силы. Мы находимся в активном подборе конструкторов, технологов. И параллельно узнаем о том, что у нас есть отток у наших партнеров, отток этого персонала на оборонные предприятия. Услышали про мотивы увольнения, что, например, я перехожу на Трансмаш, потому что там есть бронь. Это было прямо самое начало. Никто не оглашает цифры, сколько людей перешло на заводы. Но по информации собственных источников, знаем, что туда сейчас активно уходят люди. От оттока кадров могут пострадать частные компании, особенно мелкий и средний бизнес. Сейчас сообщество предпринимателей ищет выхода из ситуации и пишет обращения на разные уровни. Вы знаете, вот, например, один коллега мой сделал вполне, на мой взгляд, разумное предложение. Давайте в первую очередь, так скажем, мобилизационный ресурс формировать из людей, естественно, призывного возраста, прошедшие соответствующие обучения, но те, которые сегодня, допустим, стоят на бирже труда в поисках работы. По крайней мере, с точки зрения экономики, нагрузка будет минимизирована. То есть эти люди не уйдут с предприятий, которые в них нуждаются и в которых они работают. Отстрочку от призыва попросили алтайские строители и аграрии. Иначе работа на объектах может быть заморожена, пока мобилизуют целые бригады. А поле могут лишить незаменимых аграриев и специалистов по защите растений. Официального ответа эти отрасли пока не получили, а мы продолжаем следить за развитием событий. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. Банки в Алтайском крае перестали выдавать кредиты мужчинам, в том числе ипотечные. Это произошло на фоне частичной мобилизации в стране, сообщил директор агентства недвижимости Дмитрий Дворяткин. В Барнауле за круглым столом вновь обсудили проблемы строительной отрасли. Так что изменилось на рынке недвижимости за последнее время и почему социальные объекты все сложнее строить и ремонтировать в нашем видеосюжете? Официально никаких нет ограничений на выдачу ипотек и других видов кредитования. Фактически же мы видим, что мужскому населению, можно сказать, всех возрастов кредиты не выдаются. Молодым, потому что они сильно молодые, пожилым, потому что они сильно пожилые. Все, что от 18 до 55, соответственно, без объяснения причин. По словам риэлторов, после 21 сентября рынок жилья вновь замер. В один момент все, кто раздумывал над тем продавать или купить, решили повременить. Задатков никто не дает и такую ситуацию прогнозируют в том числе на октябрь. Что касается цен, то с мая они перестали расти и начали снижаться. Правда, речь о вторичном рынке, где количество предложений в сравнении с весной выросло на 2000 объектов. А вот цены на первичку в Барнауле доходят до 100 тысяч за квадрат. Новое жилье сейчас строят в четыре раза меньше, чем, к примеру, в 2014. И падение цен в этом сегменте не прогнозируют. К тому же, строить скоро будет некому, посетовали застройщики. Ведь многие уезжают из региона, причем по разным причинам. У нас людей скоро не будет. Честно скажу, у нас скоро людей нет и не будет. Рабочих. И сейчас позабирали с мобилизации. Да их и не было. И уже мастера, допустим, по электрике практически не найдешь. Подобные проблемы не только у застройщиков жилья, но и у тех, кто все еще строит социальные объекты. К слову, в этом году строят и ремонтируют около 320. Но в сроки, по словам застройщиков, уложиться практически невозможно. Официальная статистика говорит, что 22 школы к 1 сентябрю. Но поскольку я участник общественного совета при прокуратуре Алтайского края, которая занимается строительством, на 1 сентября было не готово 37 школ. Застройщикам работать с госзаказами становится все сложнее. Аукционы срываются. Если раньше на объект стоимостью от 10 до 50 миллионов выходило 15-20 участников, то сейчас от силы 2-3. Проектно-сметная документация постоянно меняется, в том числе из-за замены импортного оборудования. И порой на строительство школы ремонт остается катастрофически мало времени. Министерство образования школу выставляет за 3 месяца. Но невозможно по технологии за 3 месяца это сделать. Это первое. Когда открываешь проектную документацию, директор школы говорит, мне вот это, вот это надо заменить. В итоге участия никакого не принимают. С функцией заказчика нужно решать что-то. Она нужна, она единая, она нужна. Если каждый директор школы, директор больницы будет что-то там сочинять, единая служба нужна. Готовиться проекты нужны за 2-3 года. В рамках круглого стола прозвучало предложение проводить заседание штабов на уровне правительства края с участием профильных министерств, чтобы избежать всевозможного рода недопониманий при строительстве социальных объектов. И не только. У нас получается так. Какой-то заказчик подготовил документацию, передал ее, не зная уровень директора школы, он не уникал в нее, дал задание, кто-то что-то сделали, передал ее в Минэкономике, там управление выставило на аукцион, она тоже свою работу выполнила. Но результата-то нет. По словам Александра Мишустина, с предложением собираться на штабы в правительство уже обращались, но пока власти на это никак не отреагировали. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. С начала объявления частичной мобилизации почти 100 тысяч россиян, среди которых есть и жители Алтайского края, уехали в Казахстан. Из-за желающих покинуть нашу страну на приграничной территории образовался транспортный коллапс. Наша съемочная группа побывала там на неделе и своими глазами оценила ситуацию. С пограничниками разговаривал. Уже за утро прошло около 700 машин из России. Алтай, Омск, Новосибирск, Красноярск и даже Москва. Огромный шлейф из машин с номерами самых разных регионов скопился в прошлые выходные в районе Веселоярска, Рубцовского района, у границы России с Казахстаном. Соотечественники экстренно покидали страну. Если в понедельник, 26 сентября, длинный затор из машин на приграничной с Казахстаном территории составлял около полутора километров, то сегодня ажиотаж поубавился и не превышает 300 метров. В очереди уже не сотни, а десятки машин. Тем не менее, даже такое количество нетипично. Еще неделю назад дальнобойщики, водители грузовиков и легковых машин, пассажиры не дольше двух-трех часов коротали время в пробках. После объявления в России частичной мобилизации время ожидания увеличилось в разы. Как давно стоите здесь? Ну, ночью приехали. Два часа ночи. То есть это уже приличненько? Ну да. Сколько? Восемь часов получается? Восемь-девять? Ну, где-то так. Это впервые такая ситуация или так стояли уже? Не впервые. Как вообще в целом реагируете на конфликт между Россией и Украиной, вот как гражданинами на Узбекистане? Вроде бы еще относительно недавно все были одной большой страной. Ну, политика я не понимаю. Ну, как бы, ну, основной мы работаем в Россию, да? Ну, поддержку России, конечно. С двух часов ночи я здесь стою. Ого, это прилично. Пробка. Да. С двух ночи. А продвигалась она как-то или вот как встали? Сначала стояла, стояла, потом поехала. Есть какое-то чувство, не знаю, тревоги там, еще чего-то? Да, мне кажется, она вообще не есть какой-то небольшой ответ. Были нас слышали, что на границах ажиотаж, что там от мобилизации некоторые там? Нет, не было. Я думал быстрее. Думал бы быстрее будет. А вы где живете? В Кемеровске. В Кемеровске. А вы в гости поехали, получается. Вы сказали, ненадолго, это две, это недели три. Нет, меньше недели. С 21 сентября в Казахстан уехало 98 тысяч россиян. Из них свыше 64 тысяч выехали за пределы республики. Тем не менее, рынок недвижимости успел отреагировать. Стоимость аренды взлетела в несколько раз. Легче тем, у кого есть в Казахстане родственники. Я решил поехать, увидеться с родственниками. Я жил в Казахстане 10 лет. Даже 18 лет. 10 лет жил в России. Вот сейчас вот хоть хотелось вернуться. Вроде бы в Алма-Ате сильно дорогие квартиры сейчас. А я вот с пригорода буду родственников жить. Вы подлежите иммобилизации? Нет. То есть у вас пока категория не А? У меня не А. Я работаю в этой компании. У меня есть высшее образование. На границе и семья из Казахстана. О непростой обстановке в России они знают не понаслышке. Их сын – житель Российской Федерации. Сына уже 37 пока. Он сейчас и броню ему дали на работе. Ему броню пока дали, выдали. Ну а так… Он с чем занят? На заводе работает. На заводе? Да. Который входит в оборонный комплекс? Да, в оборонный комплекс. Мы нормально переживаем, как и все россияне. Все, конечно, переживают за своих сыновей. Естественно, переживают. В Казахстане к россиянам очень хорошо относятся. Я бы сказал, плохого нету такого. Казахстанский народ гостеприимный. На территории Казахстана россияне могут находиться до 90 дней. Для пребывания свыше этого срока нужно получить вид на жительство или временную регистрацию на основании трудового договора. В интернете пишут о том, что уже в октябре для въезда в Казахстан может потребоваться заграничный паспорт. Но пока официальных решений на этот счет нет. При этом власти республики обещают оказать помощь приезжим россиянам в плане безопасного пребывания в их стране. Но добавляют, никаких преимуществ граждане России не получат. К слову, если россиянин получил повестку и уехал, то на территории России его ждет уголовная ответственность. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. На неделе в крае снова зазвучал вопрос повышения безопасности школ. Причина – трагедия в Ижевске. Там 26 сентября вооруженный мужчина открыл огонь в школе. Погибло 17 человек, больше 20 пострадало. Сразу после инцидента в Удмуртии барнаульские школы начали проверять на технику безопасности. Мы понимаем, что есть человеческие факторы и так далее. Независимо от того, что есть наличие системы видеонаблюдения, есть металлорамки, есть у нас сегодня и кнопка тревожной сигнализации. А вот первый год мы имеем частные охранные предприятия, которые оплачиваются из бюджета города. Но вместе с тем есть еще некоторые моменты. Бдительность комитетам по образованию. Но я думаю, что и силовыми ведомствами будут произведиться такие проверки. Потому что безопасность детей – это самое главное. Есть определенный пакет документов, которые должно иметь каждое образовательное учреждение. Наличие этих документов, они должны были быть актуализированы к началу учебного года. Вот это и смотрится. Но не только это. Наличие действий определенных на лиц, которые посторонние заходят, то есть как реагирует охранник, как все ответственные люди выполняют свои обязанности. В этом заключается смысл. Кроме этого, проведены дополнительные эвакуации в ряде школ, внеплановые, чтобы скоординировать действия всех участников образовательных отношений. Школа – это не закрытая организация учреждения. Все равно туда приходит много людей. Мы понимаем, что это родители. Это могут быть, банально, воду привозят и так далее. Поэтому здесь должна быть бдительность того человека, который находится именно на дверях. Кто этот человек, куда он пошел, что он несет. Он прошел через рамку, зазвенел, попросить его показать, что он принес и так далее. Конечно, все действия, которые должны люди выполнять, в том числе Росгвардия, они должны в норматив укладываться и так далее. И это мы тоже тренируем, то есть при нажатии кнопки, чтобы люди вооруженные приехали в случае какой-то угрозы. Ну, скажем так, бдительность на сегодняшний день – это самое главное, что должно быть в каждой школе. Ряд важных решений на неделю приняли и краевые депутаты на очередной сессии законодательного собрания. О них в следующем сюжете. Краевые парламентарии освободили газовые компании со следующего года от уплаты налога на имущество. Эту меру ввели уже в 50 регионах страны в рамках догосификации. В КЗС подчеркнули, наш регион – лидер по объемам финансирования. В ближайшие годы планируют освоить около 50 миллиардов рублей. Это пока некая такая оценочная категория с точки зрения выпадающих доходов. Но главное, что объем инвестиций, конечно, колоссальный в регионы. Это само по себе уже говорит о том, что те потери, которые мы понесем, небольшие, да, они сполна окупятся до газификации наших сегодня населенных пунктов. В сфере благоустройства теперь появятся пункты, нарушения которых повлечет за собой административную ответственность. По спрепятствованию уборки снега, территорий или, соответственно, работе специализированного транспорта в сфере бытовых отходов. Мы знаем, часто случается, когда автомобиль припарковали, да, и не может подъехать мусоровоз, или же, соответственно, несколько месяцев стоит автомобиль во дворе. Лечение шести арофанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия, болезни монопика, наследственный ангеневротический отек передали на федеральный бюджет. Освободившиеся средства планируют направить на других льготников, так как лечение редких заболеваний крайне дорогое. Около полумиллиарда рублей, но если не будет данного решения, то эта сумма будет возрастать в генетической прогрессии. Ну, не генетическая, где-то на соте. То есть лечение таких пациентов от миллиона до ста миллионов рублей. Их у нас около трехсот взрослых. Врачам, учителям и промышленникам целевикам уменьшают срок отработки. Минимальный, сегодня он три года, могут сократить. Об этом просят сегодня работодатели, отстаивая и свои интересы, и молодежи. Стало понятно, что она не готова работать так долго. Чисто психологически смущает современного молодого человека вот этот самый срок. И работодатели сами говорят, мы готовы заключать договоры о трудоустройстве по окончанию цельного обучения на меньший срок. Главное, чтобы этот человек, этот бывший студент пришел к нам на работу, а мы уже найдем какие-то рычаги, механизмы для того, чтобы сохранить его у себя. Проект бюджета региона прошел нулевое чтение на сессии. По словам председателя КЗС Александра Романенко, в будущем году главный финансовый документ края будет также ориентирован на рост доходов и мер соцподдержки. Первое рассмотрение бюджета запланировано на октябрь. Валентина Аскирова, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайский край вышел на плато по заболеваемости COVID-19. В последнюю пару недель статистика инфицированных пошла на спад. Насколько меньше стали болеть, какие прогнозы делают специалисты, и правда ли, что симптомы коронавируса шестой волны изменились? Пик заболеваемости шестой волны COVID-19 пришелся на начало сентября, сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора. Тогда в крае фиксировали по 750-760 случаев инфицированных в сутки. Прошлая неделя показала, ситуация начала стабилизироваться. Если в начале недели было 751 случаи, в течение недели отмечалось ежедневное снижение, и вот за вчерашний день было 730 случаев. Сейчас стабилизация с некоторым вот уже тенденцией к снижению. Но цифры по заболеваемости по-прежнему высокие, меры профилактики никто не отменял. Кстати, жители края в сентябре рассказывали, что симптоматика ковида шестой волны якобы немного поменялась. Многие отмечали у себя тошноту, рвоту, расстройство кишечника. Однако инфекционисты не считают эти симптомы новыми. В принципе, проявление поражения желудочно-кишечного тракта мы отмечали в предыдущие волны. Какие-то новые симптомы или особо определяющие тяжесть болезни в эту волну мы также не отмечаем. Особенность ее сохраняется в том, что подавляющее большинство – это пациенты амбулаторного этапа, оказания медицинской помощи, то есть болезни, которая протекает в легкой и средне-тяжелой форме. Основная тяжесть все-таки падает, патологического процесса падает на органы дыхания. Специалисты говорят, что наряду с ковидом люди сейчас болеют ОРВИ, а вот энтеровирус нынче активен гораздо меньше, чем в предыдущие годы. К слову, с такими симптомами, как рвота, тошнота и расстройство кишечника, взрослые чаще всего справляются самостоятельно, а вот за детьми надо следить. Кишечная инфекция, ну, наверное, так скажу, в общем, какой бы этиологии она ни была, она чревата последствиями в большей степени для детей. Очень быстро наступает процесс обезвоживания, который тянет за собой ряд патологических состояний, угрожающих жизнь. Поэтому в данном случае никаких промедлений быть не должно. Между тем, в Роспотребнадзоре отметили, что в крае сейчас наблюдается не только стабилизация по заболеваемости ковидом, но и по ОРВИ, и в ближайшее время число больных продолжит снижаться. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. И в завершении выпуска о первом снеге в регионе. Краевые соцсети наполнились одинаковым контентом, как снег красиво кружит и также красиво ложится на яркую осеннюю листву. Правда, автомобилистам в сентябре пришлось достать щетки, чтобы очистить авто от нескольких сантиметров выпавшего за ночь снежного покрова. Кто-то писал о возможном дне жестянщика, а в Барнауле дорожные службы отрапортовали о том, что особенно скользкие участки обработали песчано-соляной смесью. Несмотря на то, что эти выходные в регионе будут холодными, на следующей неделе в край должно прийти тепло. В дневное время до 10-14 выше нуля, а после 10 октября местами до плюс 15-17. Так что осень еще даст возможность всем нам насладиться теплыми денечками. И на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Пусть следующая будет спокойнее. Напомню, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok